В доме не работает, но мальчики, массажисты, и прочее. А если это острый процесс, то человек отправляется для снятия этого времени этого острого процесса. Но селевиит у человека, вот что, вы будете... Я закончу свою вопрос. Или вы имеете возможность посмотреть, что есть причина для этого процесса, разъединить на него, и посмотреть, как пролонгировать то, что вы с ним работаете. То есть мы это используем, поэтому я вам тоже можем пожать новое. Мы находим причину этого состояния человека. Это общий врачебный подход, делать это правильно, и любой квалифицированный врач поступит точно так же. Понимаете? То есть начали... Мы никак не так, мы работаем не так, мы работаем в медицине обычную. К нам приходит шерцбекция, и приходит с острой формы радикулита. Причиной является герпес, и... Вы знаете, бывает так, вот это и герпес, причина. Но вот я вам задам... Можно вопросом задать? Вот скажите мне, пожалуйста, вот у больного острый боль. Вот его можно проводить в мануальной терапии? Как вы знаете? С острый боль, но... Я думаю, что нет. Опять же, смотрите... Вот. Вы понимаете, почему? Потому что у нас путают острый период заболевания с синдромом боли. Это совершенно разные состояния. Заболевание, вы знаете, это процесс. А вот, допустим, болевой синдром, да, это может быть рефлекторный. Так вот, рефлекторный иногда гораздо больше, более выражен, чем острый период заболевания. Боль прерфлекторная, но сильнее. И она снимается в секунды. Вот, если я ответил я вам на этот вопрос. Нужно дифференцировать все. Тогда все будет понятно. Алексей Горьевич, я тоже задаю что-то задать вопрос. Давайте все-таки мы уточним, потому что, коллега, ты, смотри, ушел, да, по поводу феноменового бегания или опережения. Мы говорим с вами о соматической дисфункции, правильно? Да. То есть подразумеваем функциональный блок. Он может быть мышечный, он может быть структурный. Так все-таки мы оцениваем, ограничение движения структуры, ну я имею в виду конкретно позвонка, если мы стоим в район поперечных, например, отростков, или все-таки то, что сказал Алексей Ильич Мышц. То есть для меня это как-то честно... Нет, но есть противоречия, хотя, в общем-то, понятно вопрос. Противоречий нет, потому что вы же знаете, что если, допустим, вот ротаторы позвонков, если один ротатор напряжен, да, и совершается движение наклона вперед, то идет ротация, да, позвонка. И это показатель мышечной дисфункции. Хотя там можно найти, если другими методами оценивать, да, можно найти и суставные дисфункции, понимаете? Потому что это единый процесс. Одно подождает другого. Как бы и то, и другое предусматривает. То есть не только чисто. Да, да, конечно. Еще вопрос есть. Ну, Алексей Мюнанович подведет итоги нашей встречи, да? Спасибо.